Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля расулли ллах, аля алиху ассаби аджмаин ама баад. На этих уроках мы, с позволения Аллаха, изучим очень важную науку, которая мало изучается в наше время. Эта наука Сарф или Тасриф, как ее еще называют. Несмотря на важность этой науки, к сожалению, многие из тех, кто изучает арабский язык, и особенно те, кого считают талибль альм-шар'и, изучающими шариатские науки, многие из них отвернулись от этой науки и оставили ее. Слово Сарф или Тасриф имеет два значения. Первое – это лексическое львовин, употребляемое арабами в своей повседневной жизни. А второе – это терминологическое, студахи юн, связанное с наукой Сарф или Тасриф. Так, слово Тасриф в его лексическом значении указывает на значение тахвилин или тагирин – изменение или перенос чего-либо. Так, в Коране мы читаем у Тасрифа ррахи и в смене ветров, то есть изменение направления ветров и т.д. В хадисе имама муслима рахима Аллах приводится следующая дуа – мольба. «Я мусаррфаль кулуби, саррф кулубана иля таати» «О Аллах, направляющие сердца, то есть меняющие положение сердец, направив наши сердца к покорности тебе». Арабы говорят «Саррфаль айнает уделил внимание». «Саррфаллаха анкаля аза» «Пусть Аллах отведет от тебя зло вред». В терминологическом же значении это слово выражает два вида изменения. Наверное, самым кратким и точным в этом является определение, которое привел Ибн Хишам рахима Аллах в своей книге «Аудаху л-Масалик», где он говорит, что «Ат-тасриф – это тагирин фи буньятил калимати ля арадин ма'навын ау ля фадыин». Это изменение формы или структуры слова ради смысловой или речевой, то есть связанной с произношением цели, то есть изменение слова, которое преследует цель придать ему новый смысловый оттенок. Или же его изменение, которое не преследует цель придать слово новый смысловый оттенок, а преследует цель изменить его произношение, облегчение его произношения, упрощение, устраняя сложность его произношения. Иншаллах поговорим о обоих этих видах. Итак, первое изменение формы слова – это ее изменение, то есть преобразование одного слова или, скажем, одного корня, основу в различные формы, или, проще говоря, получение или извлечение из одного слова многочисленных различных слов для получения новых смысловых оттенков. Это образование от одного слова всевозможных разных слов ради получения нужных искомых нами новых смыслов. Это и есть изменение слова ради смысловой цели. Так, например, исходной формой слова может являться «мастер», то есть от глагольного имя, имя действия, как «дорбон», например, «бить», или любое имя единственного числа, как родиль, например, «мужчина», или глагол, первообразная форма, как «дорбон», «бить», например. Если взять, например, за основу «мастер» имя действия «дорбон», «бить», значение «бить», мы видим, что это слово обозначает действие, не указывая на время его совершения. Если мы хотим сказать, что данное действие происходило в прощательном времени, то мы должны привести для этого соответствующую форму прощательного времени и сказать, например, «дороба», «ударил», то есть привести форму, которая, в свою очередь, тоже будет изменяться в зависимости от числа, рода и лица действующего лица. Например, дороба он ударил, дороба они двое, то есть двое мужчин били, дороба они мужчины били, дороба она била, дороб то ты бил, ударил, дороб на мы били и так далее. Таким образом, только в одной форме прощающего времени для действительного залога у нас образуется около 14 различных форм. А если образовать еще и форму страдательного залога, мачун, и сказать дороба его ударили, побили, то мы получим от этой формы еще 14 форм. То есть в одной только форме прощающего времени у нас получилось 28 форм. Все здесь подчинено строгим стандартным правилам, зная которые человек уже сам может извлекать нужную ему форму слова. То же самое мы можем видеть и в форме глагола настоящего будущего времени аль-мударя. Например, ядребу он бьет или будет бить. Здесь тоже может быть образовано 20 форм, 28 форм с учетом действительного залога и страдательного залога. То есть ядребу он бьет и юдребу его бьют. Также дело обстоит в образуемой от этого же корня основы дорбун форме и смфааль при части действительного залога имени действователя. Дорибун бьющий, дорибани двое бьющих, дорибат бьющие и так далее. Здесь тоже имеется стандартное правило. Таким образом, зная шаблоны или макеты образцы той или иной формы, мы можем подгонять под них те или иные слова для получения нужного искомого нами смысла. Например, существует правило, которое гласит, что упомянутый нами и смфааль, то есть форма имени действующего, имени действователя, иначе говоря, причастие действительного залога, от трехбуквенного переходного глагола, да и непереходного глагола тоже, образуется по модели, по форме или по шаблону фаалю. То есть, где после первой корневой буквы добавляется буква алиф, а вторая корневая буква огласуется кэсрой. Значит, чтобы образовать форму и смфааль имя действователя от глагола кэтаба писать, например, мы скажем катибун, добавив в начале алиф и огласовав среднюю букву кэсрой. Катибун пишущий писатель. От дориба бил, дорибун бьющий. От алима знал, алимун знающий. От харджа вышел, харджун выходящий и так далее. Та же самая картина из формы причастия страдательного залога, исма мафуль, то есть имя поддействованного, например, мадрубан, побиваемый, побитый, мактубан, написанное, маалуман, известное и так далее. Та же самая из формы приказа повеления, и дробь бей, то есть форма повеления приказа. Форма запрета для от дробь небей, с усилительной формой, например, даррабан, сильный или многобьющий. С формой степени превосходства и сравнения адрубу, то есть превосходящие других битий. С именем места и времени, совершение действия, например, мадрубан, место или время бития. А также имя орудия труда, меддробун, то есть то, чем бьют, то есть предмет, посредством которого бьют, ракетка, например, теннисная и так далее. То есть от одного и того же корня, основы дробун, мы можем образовать более 300 различных форм, каждый из которых будет отличаться от других по своей смысловой нагрузке. На этом все на сегодня, ища Аллах, продолжим на следующем уроке. Продолжение следует...